Каждую весну Сказка его юности, где впервые мальчишкой ощутил он крыльями упругость неба. Давно это было, а вот не забывается. Но далеко не каждую весну удается вырваться сюда, куда тянет сердце. Потому что должность у него такая. Генеральный конструктор. Генеральный конструктор Олег Константинович Антонов. Я очень рад видеть вас всех здесь, на этой замечательной и знаменитой горе, где зародился советский планеризм и в какой-то мере даже и вся советская авиация. Я рад тому, что вы находитесь здесь с аппаратами несколько другой конструкции. Молодежь хочет летать на чем бы то ни было. И никакие препятствия, никакие препоны не могут вам помешать в этом. Самое главное, энтузиазм. Да, давно это было. Словно в другой жизни. Теперь он создает самолеты. Им он отдал свою мечту и свое имя. КОНЕЦ АН АН Аннушки, Антеи. Вылетев из гнездовья Антоновского КБ, эти самолеты с буквами его фамилии на фюзеляжах неутомимо работают в небе планеты четвертое уже десятилетие. КОНЕЦ А на сегодня это больше трети всех пассажиров аэрофлота и половины воздушных грузов страны. КОНЕЦ Мы, пассажиры, честно говоря, не очень задумываемся, что же стоит за буквами на фюзеляже, чья жизнь, какая судьба. Но для конструктора, кто эти самолеты для нас придумал и выстрадал. Что же главное хотел бы увидеть авиаконструктор Антонов в фильме об Антонове? Я думаю, конечно, прежде всего, правду. То, как все это было. И, может быть, подчеркнуть, что работа это нелегкая. Пусть не думает молодежь, что это так просто. Взять карандаш, начать рисовать и стать конструктором. КОНЕЦ У каждого самолета своя судьба. Отличная от других своя особенная судьба. Некоторые рождаются под область смерти, приветствуют. Конструктор испытывает не очень много затруднений для того, чтобы довести свою идею до осуществления. А другие не сразу приветствуются. Приходится затрачивать много энергии, усилий, чтобы доказать их право на существование. Но и у каждого конструктора тоже ведь своя судьба. И конструктор Антонов начинался отнюдь не под аплодисменты. КОНЕЦ 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 наших ястребках. Там ставили звезды за сбитые юнкерсы и мессершмиты. Но за грозным именем Як стоял и труд Антонова, заместителя главного конструктора Яковлева. Ну а тот, задуманный до войны самолет. В 41-м чертежи сгорели. Всю войну по ночам урывками он восстанавливал их по памяти, делал расчеты, улучшал конструкцию. В 45-м настоял на новой экспертизе. Мнение экспертов. Этого самолета строить не будем. Вместе со страной он отпраздновал огромное счастье победы. А у самого опять поражение. Шанс ему даст резолюция Яковлева. Это интересный самолет. Его надо построить. И ради самостоятельной работы он решится начать сначала. Из Москвы в Новосибирск. С десятком инженеров. Ради сомнительного самолета. Безумие. Но через год они выкатят из цеха готовый самолет. Самый первый заветный Антон. Работа конструктора. Хотя я и говорю вам, что она доставляет огромное удовольствие, даже наслаждение. Это борьба. Например, взять историю Ан-2. В приказе министра было написано, что самолет надо построить не с двигателем 1000 сил, который я предлагал, а с двигателем 720 сил. Для этого основание было чисто технологическое. Такой двигатель был в производстве и не знали, куда его девать. Вот почему бы не поставить Антону этот двигатель. Пришлось сделать два проекта. Установили два двигателя, облетывать два двигателя, сдавать на испытание два двигателя. А потом лишние бюрократически навязанные двигатели, конечно, просто отпал. Вот это, к примеру, борьбы. И довольно сложный, и протяженный по времени. А что же помогло вам в этой борьбе? Упрямость. Лучше сказать, настойчивость. Я человек не упрямый, но настойчивый очень. Мы верили в его будущее. Потому и победили эти люди. Ядру будущего дважды орденоносного КБ. Да, нужен был его характер. Чтобы этот самолет ушел в небо. Семь лет борьбы. А в результате Государственная премия СССР. Задуман он был, как сельскохозяйственный самолет. Но выносливый, неприхотливый трудяга полетит с почтой, грузами, с пассажирами и врачами, к геологам в тайгу, к гидростроителям в пустыню, на кромку ледовитого океана. Известный полярный летчик Каминский скажет. Культурную революцию на севере – это советская власть плюс авиация. А северная авиация без Ан-2 – как левша без левой руки. Полярные летчики и дали путевку в жизнь Аннушки. А значит, и ее конструктору. Мне очень нравится Сент-Эгзюпери. Он сказал как-то, мы живем на блуждающей планете. Порой, благодаря самолету, мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп и судим человека по его месту во Вселенной. Когда я смотрю на землю с самолетом, я удивляюсь, почему наши художники пишут только земные пейзажи и не пишут великолепных воздушных пейзажей. Рисование и живопись были всегда моим увлечением, наряду с самым большим увлечением авиации. И они переплетались и взаимно дополняли друг друга, потому что рисование для конструктора – вещь необходимая. Без карандаша в руках нельзя создавать технику. Рисование, конечно, необходимо каждому человеку, и я считаю, что это не дар Божий, потому что каждый может научиться рисовать. А когда-то Монтеске сказал, что нация, которая научит своих детей рисовать в такой же мере, как читать, читать и писать, превзойдет все другие в области наук, искусств и ремесел. Это замечательная фраза, я совершенно с ней согласен. К сожалению, работа настолько сложна, что времени для живописи остается все меньше и меньше. И это очень жаль, потому что я не имею возможности совершенствоваться, и моя живопись остается на очень низком уровне. Но удовольствие от этого получаю нисколько не меньше. Значит, если бы, как в сказке, вернуть молодость, мальчишка с самодельными крыльями стал бы не конструктором, а художником? Нет, я бы стал летчиком. Я всю жизнь хотел летать. Я и сейчас хочу летать. И поэтому я очень редко езжу на поезде, а чаще летаю на самолетах. Но, к сожалению, самолетов аэрофлота. Иногда на своих. Но в те времена, когда я начинал свою деятельность, и самолетов аэрофлота не было, я пытался поступить в авиационную школу, военную в то время. Но возраст не подходил. Потом, в те времена, это были времена гражданской войны, требовалось иметь командирский стаж. У меня его не было. И несмотря на всякие рекомендации, меня в школу не взяли. Ну, конечно, мы ходили на аэродром. Все это было страшно интересно. А в 20-м году какие были самолеты? Трофейные в основном. Шла гражданская война. Дело было серьезное. Летчики участвовали в боях. Летали, били белых. Иногда возвращались. Иногда и гибли. Это было время, когда приходилось быстро взрослеть Антонову, авиации, стране. Я тогда был школьником. Мои друзья все были школьниками. Что мы делали? Строили модели, конечно. Издавали вот рукописный журнал. Каждое изображение самолета. Дирижабли даже. И морские суда меня очень интересовали. А летать хочется? Ну, какой есть прямолинейный выход? Построить то, в чем можно летать. Я стал строить планера. Это было непросто, потому что тогда не было ни учебников, ни инструкции. Мы до всего доходили к своим муму. Я даже написал маленькую брошюру о том, как построить планер. Еще до того, как его построил. В конце концов, я сделал проект планера. Водушевился и начал его строить. Это вот самый планер Голубь. Я помню, что когда я его привез на вторые всесоюзные планерные испытания, это было в 1924 году. Туда с всего Союза привезли 48 планеров. Все кустарно построенные, тоже такими же любителями, как я. Строили где хотите. Строили в студенческих кружках, в мастерских на заводах, строили даже в колхозах. Препятствий и трудностей было, конечно, всегда очень много. Материалы надо было доставать понемногу на каких-то заводах, складах. Даже, как мы говорили, на барахолке. Ну и в конце концов, когда человек хочет, он преодолевает все препятствия. Причем строили не всегда люди, хорошо знакомые с авиацией. Хотя хорошо знакомых тогда вообще было мало. Знакомства с авиацией и впрямь было маловато. Зато энтузиазма на Коктебельской горе его юности на полную грудь. И ловя крылом восходящие потоки, они запивали в воздухе. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А что же делало их мальчишек главными, генеральными? Конечно, эпоха и замечательные люди, с которыми я все время работал вместе. Я встретил людей, которые стали костяком нашей авиации, в смысле конструкции и науки. Арцелулов, прекрасный летчик и конструктор сам, конструктор замечательного планера, который первый пролетал в Коктебеле больше часа. С Сильвюшиным я познакомился сразу уже в 1924 году. И он с тех пор и во время всех слетов был председателем технического комитета. Там был Яковлев. Даже Туполев приехал посмотреть, что это там мы делаем. Королев был совершенно замечательный человек. И в 1929 году он привез свой планер, который так и назывался, Коктебель. Замечательно красивый планер очень. Когда он, Сергей Павлович, летал, видно было, что он не просто летит, а он летит под водительством человека. Пройдут десятилетия, и Сергей Павлович Королев на Ан-2 полетит в казахстанскую степь выбирать место для будущего космодрома Байконур. Ну а друг его, коктебельской молодости, создавший Аннушку, он весь уже в новой работе. СКВ, самолет короткого взлета и посадки. Маленький, легкий везде лед. Смелая идея, но она опять не понята экспертами. И борьба на этот раз растянется почти на 30 лет. Нужно делать то, что нужно. От Яковлева в свою практику генерального Антонов возьмет этот девиз. Стране нужна транспортная авиация. Оставив СКВ, он займется ею. Так появится Ан-8. С ним произошел интересный случай. Когда мы прилетели на московский аэродром, Андрей Николаевич Туполев, можно сказать, патриарх наших конструкторов, подошел к машине, впервые ее увидел, обошел кругом, очень внимательно все посмотрел, и сказал такую интересную фразу. Хороший сарай. Ну, для нас это было похвалой. Это был именно летающий сарай. Это был первый взнос Антоновского КБ в военно-транспортную авиацию. Анны станут на стражу нашего неба. Воздушно-десантные войска. Одетая в броню крылатая пехота. Ну, а крохотный СКВ. Только через пять лет идея воплотилась в металль. Самолет обрел новое качество. Задний ход для маневров. Но заказчик Аэрофлот снова меняет требования. Нужно уже не три пассажира, не пять, а семь. И СКВ все еще на заводских задворках. Золушка, вздохнет Антонов. Нужно делать то, что нужно. И следующий Анн, он построит не на семь, а на сто пассажиров. Анн-10. Первый турбовинтовой пассажирский для линий средней протяженности. А его создатель в новом поиске. Следующий Анн-12 уже на 12 тонн груза. Но Антонов за счет резервов конструкции доведет грузоподъемность до 20 тонн. Эту особенность стиля КБ он сформулирует так. Совершенствование в процессе эксплуатации. Анн-12 будет летать на дрейфующей станции Северный полюс в Антарктику. В результате и этот Анн лауреат. Ленинская премия. И еще одна радость. Долгожданный испытательный перелет СКБ. Почти через всю страну. Значит, в сказке о золушке заводских задворков счастливый конец? Нет, не значит. Аэрофлот потребовал уже не 7, а 11 мест. И самолет короткого взлета вновь на чертежной доске. А вместо него появится другой пассажирский Анн-24. Киев, 62-й год. Первый регулярный рейс для конструктора всегда праздник. Тот же аэропорт и тот же праздник. Но между съемками 20 лет его жизни. И только те, кто работает рядом, знают, что за каждым таким праздником побед намного меньше, чем поражений. А потери неожиданно оборачиваются достижениями. Но так уж устроен этот человек. Достигнув чего-то, он не успокаивается сам и не дает другим. За два десятилетия эксплуатации Анн-24 для своего класса самолетов выдержал самую большую в мире серию. 40 модификаций Анн-24 сошли с Кульманов его КБ и освоили те трассы, где другие самолеты просто не летают. Полюс холода Аймекон. Минус 71,2 по Цельсию в тех краях Родины, куда по камень, как в песне, только самолетом и можно долететь. Как и сюда, пустыня. Плюс 48. Но Анн выдерживает. Потому-то и следят теперь в мире за новинками этого КБ. И Анны работают в небе 40 уже стран мира. Всесоюзное внешнеторговое объединение Авиаэкспорт предлагает новинку КБ грузовой Ан-32. Его специальность высокогорные аэродромы и тропический климат. Авиаэкспорт Пилот отключает двигатель. А сесть на одном двигателе под силу далеко не каждому самолету. Анны как бы несут в себе уверенность их создателя. Поразительно точную характеристику Антонову дал один из летчиков. Прост, ясен, корректен, деловит. С ним очень легко общаться, не чувствуешь его величия. А вот личность, умную, прогрессивную, искреннюю, ощущаешь всем сердцем. Он действительно генеральный конструктор по призванию, а не только по должности. Вероятно, это нелегко быть генеральным. Любой промах, неудачное слово, даже небрежность в одежде. Все будет замечено. Ведь именно фюзеляже принадлежит не только ему. Это КБ. Сотни и сотни людей. Но, кажется, генеральный конструктор Антонов сказал как-то, коллектив это я. Это знаменитая фраза, которую не я выдумал. Ну, может быть, я не помню, чтобы я действительно это сказал, но если вы где-то что-то слышали в таком роде, я могу сказать, что коллектив, конечно, формируется по образу и подобию руководителя фирмы, как у нас теперь говорят. Главный конструктор, генеральный конструктор, он служит как бы центром кристаллизации. Вокруг него собираются люди и намышленники, которые нравятся та работа, которую он делает, которые хотят разделить с ним этот труд, который мыслит примерно так же, как и он, а, может быть, несколько иначе. Было бы очень хорошо и очень плохо, если бы все конструкторы мыслили одинаково. Потому что в спорах рождается истина. И в нашем коллективе это закон. Ну, а власть генерального применять приходилось? Один раз, когда надо было организовать отделы перспективного проектирования, а так коллектив вырос, необходимость такого отдела стала для меня ясной, что кто-то должен заниматься рождением самолета. И двое очень уважаемых товарищей, которые у меня давно работают, пришли ко мне и сказали, Олег Константинович, не надо это организовывать. Мы хотим все вместе строить, а вы выделяете самую интересную работу отдельно, и будет заниматься какой-то ограниченный коллектив. А мы вроде как будто отстраняемся от этого дела, от зарождения, идеи зарождения машины. Я их долго убеждал и говорил, что, конечно, нет, потому что все равно работать будет сообща, вместе. Если это касается, скажем, гидравлики, он обратится к гидравликам, если прочности, он к большинству пойдет, а динамик, он пойдет к динамикам. То есть он будет слушать всех и вырабатывать такое общее решение. Они мне долго со мной спорили, в конце концов не согласились, да, с досады схватил чернильницы и запустил. Только не у них, конечно, а мимо. Я теннисист, я без промаха работаю. Ну, вот это, пожалуй, единственный случай, когда я немножко вспылил. А вообще, моя работа требует, конечно, громадной сдержанности. Как же подчиненные восприняли небывалый случай употребления власти? Они смущенно удалились, отдел был организован. Один из сотрудников КБ, прочнист, сказал, это только с виду Антонов мягкий. Внутри у него железо. Теннис это что? Тоже закалка для борьбы за самолет? Выдержать ту нагрузку, которую я несу, без спорта невозможно. Он дает... Он дает тонус, бодрость, способность переносить высокие нагрузки и, конечно, стрессы. В теннис играет не только руками, но и играет и головой. Это, конечно, его огромное достоинство. Ну и потом, во время игры бывают, наверное, такие неожиданные ситуации, непредвиденные, которые требуют некоторой быстроты соображения. Но я скажу, что и в жизни такие ситуации бывают, когда нужно быстрое соображение и как-то реагировать на очень сложные обстоятельства. По-моему, это тоже достоинство тенниса. Но стрессы в жизни Антонова мог бы рассказать, пожалуй, каждый его самолет. А особенно этот. Самолет короткого взлета. Малышка выдержала огромный перелет. Владивосток, Москва, Владивосток. Но с очередными требованиями возвращена на заводские задворки. Видно, характер Антонова незримо переходит в его машины. Раз десятилетиями она не сдается, упрямо пробивается в небо. Да, каждый новый самолет конструктор долго испытывает на прочность. Но и каждый самолет он тоже испытывает своего конструктора. 30 лет назад, делая на ватмане первый штрих, Антонов увидел вдруг, как красив будет этот полет. Да, это он над Кавказским хребтом, наш СКВ, только изрядно повзрослевший. Теперь Ан-28. Только Антонову с его характером дотерпением он обязан тем, что это крыло вообще коснулось неба. Это буквально, я надеюсь, будет народный самолет, который войдет в плоти кровь нашего народного хозяйства, и он будет возить 17 пассажиров по существу из района даже в деревню. Таких самолетов у нас практически нет. И он иллюстрирует тот факт, что некоторые работы приходится начинать иногда по 10 раз. 10 раз сначала. Удивительна верность этой мечте, которую Антонов пронес через множество лет и жизненных испытаний. И как тот первый его самолет Ан-2, преодолев трудный путь, все же поднялся в небо, так и СКВ спустя 3 десятилетия борьбы взлетел. И стал родоначальником семейства новых Аннов. Ан-72. Тоже самолет короткого взлета, но уже грузовой. Идут испытания. И скоро, как и его собратья, трудяги Анны, будет он работать в огромном хозяйстве нашей страны. А четырехкрылая стрекозка Ан-2 летит и летит через всю непростую жизнь своего создателя. Сколько же нужно было сделать взлетов и посадок, посадок и взлетов, чтобы этот маленький на 13 мест самолет перевез уже все население нашей страны, 300 миллионов пассажиров. Сколько же налетал он за 30 с лишним лет километров, помогая выращивать нам хлеб, или вот как здесь, в Средней Азии, хлопок. Летчик из Самарканда Григорий Цховребов, самый давний, наверное, в сельхозавиации страны, приверженец Ан-2. Ну что, приходилось возить и грузы, и людей? Возить приходилось буквально все. Даже на пастбиши мы возили, это закономерное явление, баранов. Они не могут туда, в горы подняться, они худые. А обратно идут уже сами, весной, а осенью идут обратно. А сколько баранов ходят в самолет? По 50 штук возили. Хорошо. Игорь Иванович, вы уже обработали миллион 200 тысяч гектаров, как будто так, да? Только на Ан-2. За свою долгую летную жизнь, которая успешно продолжается. Ну вот я вам должен сказать, что если бы вам довелось работать на самолете Ан-3, над которым мы сейчас работаем, вы бы за это время успели обработать миллион 800 тысяч гектаров. Или примерно, вероятно, 2 миллиона. Потому что этот самолет более производительный. Вот. Ну и кроме того, что для нас было очень важно, мы старались обеспечить летчику, для которого мы, как всегда говорим, мы машину строим для летчика, комфортные условия работы. Там будет кондиционирование воздуха, которое позволяет сделать турбоментовой двигатель. работает он будет на керосине. И вот нам бы очень хотелось этот самолет вам показать, и чтобы вы на нем полетали. Как вы к этому относитесь? красиво! Обязательно полетали! А не грустно ли расставаться с самым первым своим самолетом, аммушкой? Нет, не грустно, он хорошо послужил. Я думаю, каждый конструктор был бы доволен, если бы его самолет 35 лет удерживался в серийном производстве. У каждого конструктора обычно своя индивидуальная тактика. Но у всех конструкторов новой техники есть одна единственная стратегия, ведущая к победе. Не сгибаться под ударами и двигаться вперед. Только вперед. Только через неизведанные. Каждый самолет плод труда большого коллектива. Но в этом случае муки творчества становятся прилюдными. Я не понимаю, что такое муки творчества. Я понимаю, что такое радость творчества. Это мне понятно. А муки? Если муки бывают, то организационные. Вот это темная сторона нашего дела. Если бы конструктор мог бы только конструировать, это был бы необычайно счастливый человек, которых, наверное, на свете не бывает. Но приходится заниматься и организацией. А организация – это всегда противоречие. Это не так просто. Вот в области организации лежат, если хотите, муки творчества. Хотя это не настоящее творчество. Впрочем, я должен сказать, что Владимир Ильич Ленин когда-то сказал, что организационная работа – это самая главная работа. И, ну, в примере своей работы я это вижу. Если бы я не организовывал, я бы не мог творить. Кстати, я помню, как-то мне попался рассказ одного писателя, в общем, конечно, плохого, который описывал, как какой-то изобретатель, ночей не спал, грыз карандаш. Вот муки творчества, да. Мы все крепко спим, никогда не грызем карандашей. Мы работаем спокойно, как деловые люди. Деловые люди в кругу своего коллектива. Поэтому муки творчества мне непонятны. Но есть фото, где вы грызете карандаш. Это, наверное, кинорежиссер попросил. Значит, как говорил Маркс, это, в общем-то, свободная игра сущностных сил, а не муки. Видите, свободную никак нельзя назвать, потому что свободой есть понятая необходимость. И конструктор, он работает в рамках очень жестокой необходимости. Может быть, с этой стороны вы можете назвать это муками. Мы не можем сделать, что хотим. И это было бы неинтересно. А вот уложиться в технические условия, сделать шедевр, но такой, какой нужен заказчику, это очень интересно. Конструкция оперения Ан-22 приснилась вам ночью. Разве это не следствие мук? Это была радость. Но приснилась же. Подкорка, выходит, работала? Подкорка работала. Причем тут мука? Она работает, и слава богу. А как это было? Ну, мы долго не находили решения, как сделать оперение. Потому что, если сделать однокелевое оперение, очень высокое, то получается большой изгибающий момент, который будет скручивать фюзеляж. Придется сделать фюзеляж очень прочный, он вкладывает лишний вес. Ну, естественно, появилась мысль вместо одного высокого келя сделать два небольших и расположить их по концам оперения. Это общепримитая схема, хотя не очень популярная. Но когда мы это стали делать, прочнистые, сразу подсказали нам, что будет флядр, потому что эти грузы на концах оперения приведут к вынужденным колебаниям, очень опасным для самолета. И вот тут наступил своего рода тупик. Как же решить этот вопрос? И я постоянно об этом думала, и мои товарищи, конечно, тоже думали, как же выйти из этого затруднения. Ну, я спокойно заснула, а потом как-то ночью проснулся и подумал, если кели, расположенные на горизонтальном оперении, влияют на флядр, так пусть они влияют положительно, зачем им влиять отрицательно? Они отрицательно влияют, когда они расположены достаточно далеко сзади. Если их перенести вперед, они будут гасить флядр. Вот решение. Я записал это, сел такой эскизик и заснул. Так это было действительно. Только когда возле этой 225-тонной громадиной стоит ее создатель, человек, воочию понятны истинные размеры крылатого гиганта, самого знаменитого самолета КП. В его грузовой отсек свободно входит фюзеляж Ту-144. Испытательные полеты Антея в родном его киевском небе. Воздушный экзамен конструктора на зрелость. Первый воздушный экзаменатор Антея заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского Союза Курлин Юрий Владимирович. Мы начали испытания, ну и как на каждом из самолетов началось со знакомства, так сказать, сообщения между нами и самолетом. Характер у него оказался добрый, как у всех антоновских машин, и довольно быстро мы с ним, так сказать, нашли общий язык. До сих пор летный состав очень хвалит. Это характерная черта всех машин нашего КБ, они очень, так сказать, добры по своему характеру. Наша основная задача испытателей, чтобы в любой ситуации самолет вел себя достойно и, так сказать, не входил в опасные ситуации. Париж. Международный салон авиации и космонавтики в Бурже. При посадке на глазах тысяч зрителей разбился американский бомбардировщик Б-58. С первых полос мировых газет эту сенсацию вытеснит новость. В Бурже самый большой в мире самолет конструкции Олега Антонова. 80 тонн груза или 720 пассажиров. Самолет прилетел на 26-й авиационный салон в Париж. И там Юрий Владимирович Курлин, наш главный летчик-испытатель, сел туда на полосу, так писали французские газеты, посадил самолет как в корзину с яйцами. На завтра парижские газеты напишут среди зрителей в Бурже находится человек, чье имя делает честь его стране и истории авиации. Это Олег Антонов. Месье Антонов, каково чувство всемирно известного человека? Как-то я над этим не задумываюсь. Я живу вместе со своими машинами. Так как они летают, я это как-то чувствую. А что касается всемирной известности, это как-то не доходит до меня это ощущение. Надо сказать, что как-то подошел один журналист и задал каверзанный вопрос. А нельзя ли этот самолет Антей применять и для военных целей? Я сказал, что вообще, конечно, любой грузовой самолет может возить все что угодно. Если вы спрашиваете, мирный самолет или нет, как по-вашему, бутылка с лимонадом это мирная вещь? Ну, журналист немножко замялся, ну да, это мирная. Ну, вот я говорю, а когда грянула война, наши партизаны эти бутылки наполняли бензином и превратили в грозное оружие против танков. Так что, сами понимаете, самолет, конечно, может выполнять разные назначения. Мы многократно посылали наши самолеты для перевозки уникальных грузов и возили в том числе в такие места, где нет железной дороги и даже где нет шоссейной дороги. То есть, авиация в данном случае выполняла очень важную, уникальную роль. Общенародная польза вот тот социальный заказ, с которого для Антонова начинается творчество, начинается любой самолет. Это позиция не только конструктора, но в первую очередь гражданина, члена ЦК, депутата Верховного Совета СССР, человека поистине поднятого в небо нашей эпохой. Трижды лауреат, академик. Он находит время для этих ребят, начинающих, как и он когда-то, с любительской авиации. Время писать труды по экономике, по планиризму, этюды с натуры, статьи о кино, о воспитании студентов, о проблемах охраны природы. Откуда же силы? Эти резервы времени в плотной, насыщенной жизни длиной вот уже в 77 лет. Иногда меня спрашивают, как вы все успеваете? Но дело в том, что работа в саду не отнимает у меня времени, она мне помогает работать, делать основную работу. Ну и потом надо сказать, что я в своей жизни, конечно, посадил много деревьев. Я ни одного не уничтожил. Я думаю, что это задача каждого человека. Если бы каждый человек посадил в своей жизни хотя бы пару деревьев, я думаю, что наша страна вся была бы зеленой. А это очень важно. По-моему, задача каждого советского человека бороться за сохранение природы. Природу надо беречь. Ну и потом, конечно, природа, это прежде всего красота. Красота удивительная, неповторимая. И красота это очень широкое понятие. Ведь красота есть и в технике. Недаром говорят, что красивый самолет летает хорошо, а некрасивый плохо. Значит, у сказки детства все же иной финал. И конструктор победил в нем летчика. Как-то я встречался с большой группой летчиков, и мне задали вопрос. Олег Константинович, вы же, кажется, мечтали быть летчиком в самом начале своей жизни. Я говорю, да, это правда. Мечтал и мечтали до сих пор. И мне в жизни, в общем, не повезло. Я летчиком не стал, а стал конструктором. Ну, поднялся смех, конечно. Но, должен еще и сказать, что эту свою мечту, давнюю, постоянную, я, в общем, осуществляю. Потому что я много летал на планерах. А что касается самолетов, я участвую в испытании каждого своего самолета в качестве второго пилота. Нет такого вот моего самолета, на котором я бы не летал. Это доставляет мне огромное удовлетворение, моральное. Но, кроме этого, кроме этого, я должен сказать, что конструктор обязательно должен летать на своих самолетах. Но хотя бы вторым пилотом. Первым не обязательно. Пассажирам это недостаточно. Вот для того, чтобы почувствовать машину, почувствовать ее норов, нутров, ее поведение, летать на ней необходимо. Оказывается, все эти горькие, трудные и радостные сначала, все эти годы и десятилетия мальчишка со своей мечтой летать, жил все же в генеральном конструкторе. Да, с такой сказкой детство не расстаются. А расставаясь с нашим фильмом здесь, на горе своей юности, что бы вы могли пожелать Олег Константинович тем, кто сегодня следом за вами делает первые шаги в небо? Летать, не приземляясь, потому что мы уже давно знаем, что самолет стареет на земле, на разбеге, на взлете, на приземлении. А в воздухе он в своей стихии. Поэтому надо летать. Работать надо на большой высоте, не приземляясь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин